Друзья, всем большой привет! Всем доброго дня! С вами Ирина Смогилова. И сегодня, наверное, как вы уже поняли по вот этой картинке, по вот этой корзинке даже, у меня сегодня будут пустышки декоративной косметики. Вы только посмотрите, сколько я всего накопила за год. По-моему, примерно год я не снимала пустышки декоративной косметики, потому что, ну, как мне кажется, показывать одну тушь, пудру, какой-то байзамчик, какую-то помаду, не так интересно, как посмотреть, сколько же я всего использовала за год. И здесь, чтобы вас не пугать, я сразу вас предупрежу, что здесь не только я использовала, но еще и моя дочь. Поэтому, в общем итоге, и получилось такое огромное, просто огромное количество декоративки. Так, ну что, давайте приступим. Не буду очень долго говорить, потому что мне придется очень вам много рассказать об этих продуктах. Хотя, между прочим, судя вот по этим крышечкам, вы, наверное, понимаете, что это мои любимки, моя самая любимая тушь, которую я просто в неограниченном количестве скупаю. И пока еще ни одна тушь, никакая ни люксовая, ни супербюджетная не перебила именно вот эту мою любимку. Так, ну что, давайте по порядку. И давайте прям, как вот все лежит, так вам буду показывать. Первое, что я вам покажу, это будет пудра от Никстей, Мэтт Батт Нот Флэт. Я ее покупала довольно-таки уже давно, и как-то у меня все рука не поворачивалась ее, честно говоря, выбросить. Но сейчас, когда я собирала всю эту красоту, всю эту корзинку, я поняла, что, наверное, хватит ее уже тянуть, хватит из нее выуживать то, чего невозможно, и пора с ней прощаться. Вот видите, уже спонж идет от другой совсем пудры. Так. И здесь осталось совсем-совсем немножко, прям абсолютно капелька. И очень неудобно уже этим продуктом пользоваться, поэтому я сейчас ее со спокойной совестью уже выброшу вместе с этим спонжем. Это у меня был оттенок Ньют Беж. Очень мне данная пудра нравилась. Честно, прям была моей любимкой, и именно поэтому я ее пыталась как можно больше сэкономить, как можно больше растянуть удовольствие от пользования этой пудры. Следующая пудра, которая у меня закончилась, и это тоже, кстати, была одна из любимых моих пудр, я ее повторила, но, к сожалению, та пудра, которую я купила, тоже от Artvisage, тоже Ньют Мэджик, и тоже в оттеночке 112 оказалась абсолютно другой по оттенку, абсолютно другой по качеству. И здесь, конечно, было некое мое все-таки разочарование. Так. Я, честно говоря, уже не помню, что там осталось. Ну вот, вот все, что осталось, вот такие вот крошки. Никуда использовать не буду, но именно вот этот выпуск пудры Ньют Мэджик, я не знаю именно, как понять, какой это выпуск, какого года. Вот, наверное, партия, название партии. Возможно, ее еще можно будет найти, потому что срок годности до октября 2022 года, возможно, где-то на полочках она есть. Вот эта партия мне понравилась. А то, что я купила уже позднее, еще раз повторюсь, и по оттенку совсем абсолютно другая, и еще и по текстуре, и по нанесению, и по финишу мне абсолютно уже, ну, на меня не произвела как минимум того впечатления, которое произвела вот эта пудра. Так, дальше. Давайте мы с вами прям как-то по порядку попробуем все это доставать, потому что если сейчас я начну на бум что-то отсюда вот высовывать, то у меня просто все рассыпется. Давайте мы с вами поговорим о моих бальзамах, которые у меня закончились. И здесь у меня получилось три бальзамчика. Первый от Avon Care с маслом какао, бальзам для губ. Очень долго он у меня жил, прям безумно долго. Я умирала, как хотела его использовать быстрее. Следующий тоже от Avon. Это у нас интенсивная помощь. Бальзам для губ. Это Avon Care тоже, кстати, да, линейка одна и та же. И последний. Это Panthenol Evo Laboratories. Это очень классный бальзам для губ. Он, видите, у меня немножко уже такой развалился. Он почти вот прям такой полупрозрачный, но очень хорошо на губках себя вел. Можно даже сказать, губки залечивал. Очень нравится. Я его повторила. У меня сейчас есть еще вот такой вот целенький бальзамчик. Так, дальше. Если уж мы с вами говорим о губках, давайте мы с вами посмотрим, какие у меня закончились помады, блески и все, что с этим связано. Так, давайте, давайте попробую все-все-все отсюда достать, вытащить. Так, вот еще один продукт у меня остался. Вот такая кучка продуктов именно для губ. Здесь и блески, и помады. И давайте более подробно сейчас рассмотрим, что же здесь у меня есть. Наверное, я не буду уже делать сводчи, потому что помадки довольно старые. Это у нас Avon. Линеечка называлась Luxe. Вот здесь еще немножко осталась сама надпись. Это были блески для губ. Очень классные блески. Наверное, даже сейчас вам будет видно, какой красивый блеск. У него были прям мелкие-мелкие блески, шиммеринки, которые просто шикарно смотрелись на губках. Очень я их полюбила. И, как вы видите, я их использовала до самого конца. И вот честно, я сейчас понимаю, что... Хотела сказать, что данных блесков уже нет в наличии у Avon. Но, честно говоря, прям даже задумалась. А вдруг они действительно есть? Просто я на них внимания не обращала. Вполне возможно. Следующее, что я вам покажу. Я выбрасываю вот такую помаду от Kylie. Это реплика, это подделка. Покупала давным-давно. Думаю, что, может быть, все-таки еще буду пользоваться. У нее такой термоядерный просто цвет. Нет. Посмотрите, я не буду даже сводч делать. Я боюсь, что я просто потом от рук не ототру. Все, что я сейчас нарисую на своих руках, это помады. Дальше у меня опять идет Avon. Это Plum Put. Это тоже такой блеск для губ. Очень такой деликатного оттенка был. Оттеночек сейчас уже, наверное, вряд ли здесь можно будет посмотреть. Ну, такой, абсолютно средненький. Следующая у меня жидкоматовая помада от Divash Velvet Matte Liquid Color. В оттеночке 02. Очень классная помада. Просто она уже закончилась и не совсем красиво ложится на губках. Поэтому я ее выбрасываю. И еще три помады у меня подошли к концу. Первая у меня идет от NYX. Это у нас оттеночек Канны. Мне очень нравится, что названия данных оттенков, они идут по названию страны либо городов. Очень красивый такой оттеночек. Я его прям от души поносила, любила. Следующая у меня тоже наподобие помадка. Это у нас, так, я уже забыла, Vivienne Sabo Matte Magnifique. Вот такая помада была в оттеночке. Нигде ничего не вижу уже, к сожалению. Так, нет, наверное, уже не найду. Хорошая тоже довольно-таки помада. Но не очень стойка была. И последнее, что у меня здесь есть, это Rimmel. Это у нас, вот сейчас тоже вряд ли уже найду название. Так, давайте посмотрим. It's a Keeper. Это у нас The Only One Lipstick. Двухсотый оттеночек. Очень, кстати, тоже хорошая помада. Очень хорошо на губках она смотрелась. Очень хорошо ложилась. С удовольствием я ее использовала до самого конца. Так, идем с вами дальше. Из тональных кремиков. У меня закончилось, по-моему, три, насколько я вижу, тональных крема. Первый был вот такой BB+, против несовершенств. По-моему, покупала где-то в фикс-прайсе. Он очень много чего обещает. Контроль жирного блеска, естественный цвет и так далее, и так далее. Очень такой, очень легкий. Мне он не подошел, потому что кожа у меня жирная. Хотя он заявлен как раз-таки для жирной кожи, раз он должен был контролировать жирный блеск. Но на моей коже он был еще... То есть мою кожу он делал еще более жирный. Поэтому он мне не подошел. Дочка им благополучно, как вы видите, до самого конца допользовала. И вполне, в принципе, ей нравился. Никаких претензий она к нему не предъявляла. Следующий тональный крем у меня опять идет от Avon. Не удивляйтесь, так как я являюсь представителем Avon Faberlic, то в ближайшее время и сейчас, в принципе, и в ближайшее время у меня будет очень много и от Avon, и от Faberlic. Вот такой тональный крем. Я уже не помню, честно говоря, как он называется. Он довольно-таки известный в кругах, именно каталожных кругах Avon. Он довольно неплохой, посредственный, ну, по крайней мере, для меня такой абсолютно-абсолютно был обычный. Не произвела особого впечатления. А вот следующий тональный крем, это уже моя любимка. Это Avaline Cosmetics Liquid Control HD Long Lasting Formula 24 часа. Оттеночек у меня 030 SM Beige. Я покупаю только такой оттенок. У меня сейчас в использовании такой же тональный крем есть. И плюс еще одна запасная баночка у меня также стоит на полочках в косметическом столике. Замечательное средство. И это, наверное, открытие, наверное, ну, может быть, не 21-го года, даже 20-го года. Я не помню, я, по-моему, не снимала ничего подобного, но надо было снять. И постараюсь снять за 21-й год для того, чтобы запомнить, прежде всего для себя, какие же средства произвели на меня максимальное впечатление. И я осталась просто потрясена его качеством. Он, конечно, довольно жидкий. Часто очень он у меня проливался. Я пачкала одежду, пачкала свой туалетный столик. Но он такой классный. Он шикарно просто скрывает все какие-то покраснения, прыщики, несовершенства, неровности. Но при всем при этом он смотрится, как будто бы вы просто ничего не наносили. Я знаю, что некоторые ругают данный тональный крем, но для меня это просто, ну, практически мой самый-самый любимый из тональников. Следующая категория, и я ее уже достала из своей корзинки, потому что ее просто замучилась бы я искать. Посмотрите, сколько средств. Это консилеры и корректоры. Посмотрите, у меня закончилось. Получается, ровно 10 получилось. Посмотрите, очень-очень много разных-разных фирм. И давайте все поподробнее рассмотрим. Еще раз хочу повторить, что всеми этими средствами пользовалась не я одна. Да, у меня есть взрослая дочь, 18-летний. И, соответственно, за год не я одна использовала все эти 10 консилеров. Давайте начнем прямо по порядку. Вот этот Мэйб. Первое, что я вам покажу, Мэйб, блин, Super Stay Better Skin. Он заявлен как консилер, но он просто шикарный корректор. Я его очень мало использовала именно в качестве консилера, но просто практически до конца его добила в качестве корректора. Он шикарно закрывал все прыщики, все несовершенства какие-то, покраснения. Просто сглаживая все следы от ваших несовершенств. Шикарная штука, но я почему-то в последнее время его не вижу. Если увижу, обязательно куплю, потому что незаменимая вещь, как мне кажется, в косметике для тех, у кого проблемная кожа. Следующий вот такой консилер. Это уже действительно консилер Art Visage. Он у меня был в оттенке... Так, ничего уже, наверное, не увидишь. Miracle Touch. Очень классный консилер. Хорошо перекрывал темные круги под глазами. Хороший. Не к чему придраться. Хорошо себя, в принципе, вел и подошел к концу. Так, смотрим дальше. Следующий у меня идет консилер от Estrade. Вы знаете, вот я сейчас пришла к выводу, смотрю на то, что у меня закончилось, и понимаю, что, в принципе, они все довольно-таки неплохие. Они довольно неплохо работали. Наверное, не было какого-то тут явного разочарования либо явного превосходства одного над другим. Но они просто всех разные, потому что я люблю новые продукты и стараюсь покупать, конечно, для себя новые продукты. Так, следующий у меня идет от Faberlic First Class. Здесь у меня что поражало? Это вот очень-очень большой спонжик. Сначала было очень тяжело к нему приноровиться, но потом, в принципе, довольно-таки хорошо он работал. Очень большую сразу поверхность, получается, кожи замазывал. И, в принципе, я привыкла и уже даже полюбила его. Следующий у меня идет от Eveline Cosmetics Professional Makeup Concealer 2 в 1. Ну, Eveline, я не раз уже говорила, это мой любимый бюджетный бренд. Здесь он немножко темноватый. Он окисляется на коже, и надо, наверное, здесь просто подобрать свой оттеночек. Но тоже очень хорошо перекрывал в темной круге под глазками. Это одна из самых моих любимых. Это у нас Maybelline Eraser. Он был в оттенке, по-моему, Light, насколько я помню. Классная штука, вот действительно классная. И кто бы что ни говорил по поводу того, что это не гигиенично, что вот такой вот спонжик, он накапливает какие-то там бактерии, я не знаю, еще куча всего, мне все равно. Он просто потрясающе работал, и я его буду повторять. Сейчас у меня консилеры практически все подошли к концу. Мне нужно обновлять свою коллекцию, потому что пользоваться уже, можно сказать, нечем. И наверняка, если я встречу его на скидочках, наверное, не буду покупать без скидок. Все-таки это не такой жизненно важный продукт, и что-то у меня все-таки в запасах там осталось, наверное, из консилеров. Но если на скидках приобрету, обязательно, однозначно. Просто потрясающий продукт, очень-очень его люблю. Следующий у меня консилер от Ифраше. Хотела прочитать название, но потом вовремя остановилась. Здесь написано на французский, и, соответственно, я просто исковеркаю это название. Так, он здесь немножко темный, на мой взгляд, но я его покупала именно в летний период, и он мне на лето очень хорошо подходил. Вот посмотрите, да, какой темный становится вот этот консилер от Эволайн. Еще раз повторю, что он окисляется. Следующий у меня идет, так, это у нас Artvisage. От Artvisage, получается, вот смотрите, я уже заметила, что у меня, видимо, какие-то повторки уже идут. Еще один консилер от Artvisage. Он очень бюджетный и довольно неплохо справляется с поставленными задачами. Это темные круги плюс какие-то несовершенства. Так, и что у меня здесь еще осталось? Угу, посмотрите, еще одну повторку нашла. Это у нас еще один консилер от Fiberlic, First Class. Он действительно понравился. Я, потому что, насколько сейчас вспомнила, я заказывала отдельно прям дочке. Она оценила у меня его, и я ей заказала такой же. Она его уже добила, как вы видите. Ну, и последнее, что у меня здесь осталось, это у нас Catrice Liquid Camouflage. Заявлено 12 часов. Тоже очень-очень хороший. Кстати, я до сих пор никак не куплю себе тональный крем. Именно камуфляж из этой линеечки. Посмотрите, какой он классный, как хорошо он все перекрывает. Вот, однозначно буду его повторять. Очень понравился как мне, так и дочке. Так, ну что, и переходим к самому многочисленному. Вы посмотрите, сколько у меня здесь туши для ресниц. Вы просто не представляете. Слушайте, а давайте посчитаем. Мне так интересно. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. И с малышками, наверное, там где-то около 40 туши. Вы представляете? Примерно заход мы с дочкой убили 40 туши. Так, ну ладно, хватит болтать. Давайте я вам покажу уже, что у меня здесь есть. Моя, тоже одна из моих любимых, это Evelyn Advanced Volume. Это сыворотка для ресниц. Она такая беленькая-беленькая. Вот так выглядит щеточка. Щеточка, кстати, очень-очень классная. Я даже в свое время пыталась найти тушь. Evelyn именно с такой щеточкой нашла, но она почему-то не произвела на меня такого впечатления, как произвела сыворотка. И я очень долгое время пользовалась именно этими сыворотками, но потом попробовала от Avon. И вот решила для себя, пока не добью эйвенскую сыворотку, то не буду покупать уже ничего другого, чтобы она мне просто не лежала мертвым грузом. Но скажу объективно, пользуясь и этим продуктом, и сывороткой от Avon, я однозначно могу сказать, что от Evelyn сыворотки намного лучше, чем от Avon. Вот это мое сугубо объективное, может быть, сугубо субъективное мнение. Так, дальше давайте по порядку буду доставать. Единственное, что напоследок оставлю, это вот эти вот одни и те же Evelyn туши, которые я просто обожаю. Так, давайте. Так, первое, что у меня здесь идет, это маскара Push Up Lace. Все в ужасном, конечно же, виде, извините за такой внешний вид, но это все лежало, хранилось, и вот решила все это заснять. Фаберлик. Пробовала я подобную тушь, мне не очень понравилась. Хисточка какая-то у себя на бикреле, посмотрите. Мне не произвела на меня абсолютно никакого впечатления, поэтому не мой продукт, однозначно. Следующая, недавняя новиночка от Avon, 5 в 1. Это у нас 5 in 1 Lash Genius. Очень ее так хорошо рекламировали, прям такая шикарная-шикарная тушь. Опять-таки, вообще на мне никак не сыграла. Вот такая у нее кисточка, посмотрите. Мне не понравилась. Не тот эффект, который я от нее ожидала. Так, следующая. Так, нет, это пока убираем. Следующая у меня вот такая вот старенькая тушь от Avon Color Trend. Покажу вам сразу кисточку. Но здесь уже все подсохло, потому что она, видимо, у меня в самом начале года еще закончилась. Так, что здесь еще есть? Есть еще вот такая вот от Mark. Она вот таким рычагом. Получается, что если вы хотите более дневные реснички, вам нужно единичку поставить, более объемные двоечку, и если совсем-совсем объемные, то троечку. Еще раз извиняюсь за внешний вид продуктов. Вот забрала у дочери, у нее в таком виде почему-то вся косметика лежит. Так, следующий продукт. Это у нас Maybelline Lash Sensational. Знаю, что эта тушь очень многим любима. И я ее брала тоже, честно говоря, с надеждой, что она мне понравится, что она какое-то произведет несгладимое на меня впечатление. И, между прочим, там еще туши, как я вижу, вполне порядочные. Возможно, даже я ее оставлю. Не знаю, почему она оказалась у меня в пустых баночках. Но на мне не работает, так как бы мне хотелось. Поэтому не тот продукт. Так, давайте сторонку сразу уберу, а то потом спутаю. Следующий у меня опять Everline. С Everline я очень любила и люблю играться в Warrum Temptation. Давайте посмотрим кисточку. Вот такая у нее кисточка. Тоже никак на меня впечатление не произвела. Не понравилась. Следующая тушь. Это у нас Revlon Volume Plus Late Lens Magnificent. Так, давайте вам покажу, что это за тушь, что за кисточка. Ну, такая, в принципе, обычная щеточка. Так, дальше. Следующая тушь. Это у меня Aven Super Shock. Объемчик 10 мл даже. Вот такая здесь кисточка. Ну, тоже ни о чем. Попробовала. Не зашло. Так, еще у меня есть вот такая тушь от Color Trend Plump Out Mascara. Давайте посмотрим. Вот уточечки туши все вот в таком виде хранятся. Ужас просто какой-то. Так, здесь у меня вот такая тушь. Очень-очень бюджетная. По-моему, покупала я ее в фикс-прайсе. Очень хотела попробовать. И кисточку, в принципе, я посмотрела. Подумаю, что она вроде бы даже ничего. Но по факту, по факту, это просто самая, наверное, ужасная тушь, которая у меня была. Она не делала ничего. Хотела я сказать. Но она вот вообще просто разлетелась на части. Так, что у меня здесь еще есть? Еще есть вот такая тушь от Max Factor 2000 калорий. В определенное время, лет, наверное, 20 назад, я просто обожала туши от Max Factor. Они мне очень-очень нравились. И прям действительно максимальный эффект давали моим ресничкам. Но это, видимо, в то время. Потом я уже пробовала. Скорее всего, изменили формулу. И тушь стала вообще себя по-другому вести. Так, вы посмотрите, да? Богатство вот этого серебра. У нас здесь еще одна тушь. Это у нас Mysterious Volume. Кто это? Кто это? Belor Design. Да, Belor Design. Вот такая у него была кисточка. Тоже ждала намного большего от этой кисточки. Но ничего не получила. Мне понравилось. Следующая еще одна тушь от Avalon Cosmetics. All in One. Вот здесь, по-моему, кисточка как раз-таки... Да, да. Вот, хотелось сказать, кисточка как у сыворотки. Я искала, и вам говорила, что я искала такую же тушь. Вернее, такую же щеточку, как в сыворотке. Но вот почему-то именно в качестве обычной туши мне продукт уже не понравился. Щеточка в том числе. И дальше у меня там еще есть малышки. Была малышка от Clorans. Маскара Supra Volume в 01 оттенке Intense Black получается. Довольно неплохая, но очень-очень быстро закончилась. Как будто бы она даже не совсем такая свеженькая ко мне приехала, пришла. И что у нас здесь еще? И вот такие еще малышки. От Givenchy. Вот такая тушь. Очень красивый, мне очень понравился футляр. Прям шикарный. Кисточка ужасная. Просто высохла, но футляр прям шедевральный. Еще две вот такие были малышки от Chanel. Тоже, между прочим, неплохие. Вот. Нет, это точно нет. Вы посмотрите, кстати, какая кисточка. Вот такая кисточка. Что она могла вообще прокрасить? Понятия не имею. Так, это, по-моему, разные туши у меня. Вот видите, у них совсем разное название. И вторая. У них, кстати, другая кисточка уже. Более адекватная, на мой взгляд. Так. И что у меня здесь осталось? Здесь осталась у меня только, по-моему, подводочка. Да, Lion Style Liquid Eveline от Belor Design. Подошла к концу. Засохла. Хотя, вы знаете, подводка у меня в наличии всегда есть. Но я ими не пользуюсь. Но быть должна. И теперь, как вы видите, у меня здесь вот такое. Оп-оп-оп. Что-то я еще здесь нашла. А это было, по-моему, для бровей. Какой-то гель от Estrada. Дочка пользовалась таким средством. Тоже мне сюда закинула. И вот теперь уже можем мы прям честно посчитать, сколько у меня здесь туши от Eveline. Это тушь, которая называется Volume Mix Fiberless Mascara. И давайте посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10. Так, нет, сбилось. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. И 20 у меня сейчас в использовании. Вы только посмотрите, какое количество этих тушей. Вы представляете, насколько я их люблю. Давайте я вам покажу все-таки эту кисточку. Потому что она самая крутая, самая классная кисточка, которую только можно придумать. Она силиконовая. И она просто замечательно работает с моими ресничками. Вот посмотрите, какое количество туши я, в принципе, испробовала. Если вы посмотрите на все вокруг вот здесь. И вы поймете, что, ну, действительно, опыт у меня, так скажем, есть. Именно в туши для ресниц. Вот сколько всего еще мусора насыпалось. И все равно среди всего, что я здесь вам указала, я выбираю именно вот эту тушь. Именно Volume X Fiberless Mascara. Вот она красотка. По акции ее можно найти рублей за 180, за 200. Без акции она около 300 стоит. И, ну, это самая лучшая тушь, которая была в моей жизни. Ну что, вот такое количество декоративной косметики закончилось у меня за 2021 год. По мне, так это просто огромное количество. Реально огромное. Я не знаю, радоваться или печалиться, что у меня так много средств ушло. Ну, наверное, все-таки радоваться. Потому что напомню, что я очень люблю заканчивать средства старые. И начинать новые средства. Как в декоративной косметике, так и в уходовой. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Я надеюсь, что вам оно было полезным. Я вам показала все продукты, которые у меня были. Рассказала свое мнение, на что стоит обратить внимание. А мимо чего стоит просто пройти. И я надеюсь, что вам оно понравилось. Если так, то не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!